Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я зависла на человека уже год, как выйти из этого состояния, если я мне не нужна. Год назад мне казалось, что я влюбилась, потом поняла, что я просто в нем зависла. Я преследую везде, так как мы живем в одном доме с соседями, я постоянно слежу за ним. Установила приложение, по которому я вижу, где он находится, когда выходит из дома. Когда я вижу, что едет к своему дому, стараюсь выйти на улицу и как бы случайно пройти мимо него, поздороваться. Все выглядит вполне естественно, потому что живем в одном доме. Есть также мое место в доме напротив, где я вижу, как он заходит в свою квартиру, вижу, что он делает, в принципе, ничего необычного, и пьет, курит, телевизор смотрит. Когда я вижу, что он рядом с домом сидит в машине, я опять же выхожу на улицу, чтобы пройти мимо и чтобы он меня увидел. Куда он, туда и я, как говорится. Это слежка за ним, сначала это задавляло, мы стали общаться, я приблизался еще больше. Он общается со мной очень хорошо, но бывают моменты, как будто он отстраняется. Это невидно, но я чувствую. Потом снова все хорошо, и так по кругу. Я просто спал в зависимости. Когда я заболеваю и нахожусь дома, нет возможности выйти, сосредоточен на выздоровлении, то я о нем думаю редко. Но он мне в такие дни начинает сниться, несколько ночей, подряд, и снова все по кругу. У меня своя жизнь, работа, дом, личная жизнь не налажена. И от этого еще хуже на душе становится, когда я понимаю, что ему не нужна. Если бы была нужна, он уже хоть как-то себя проявил. Мне становится плохо, больно на душе, в такие моменты слежу за ним еще больше. Боль становится еще сильнее, что он не со мной. У меня будет цель заполучить его внимание, влюбить себя, но ничего не получается. Хотя я обращалась на этом сайте к тарологам несновидящим, и процентов 90 из них писали, что у него есть симпатия ко мне и влечение. Прескому всему, у меня появились другие привычки зависимости из-за него. Он пьет, я стал пить тоже. Правда, по выходным. Он курит, я стал курить. Я просто сама от себя в шоке, как себя веду, будто превороженная. Как избавиться от этой зависимости, особенно когда человек находится рядом, и все равно есть возможность с ним столкнуться на улице, или где-то еще. С чего бы я хотел начать? Я бы хотел начать с того, что мужчина вас чем-то привлек. Вы себя с ним как-то почувствовали? Как-то ощутили? И это состояние, которое вы испытываете, например, рядом с ним, необходимо более детально разобрать. Рассмотреть, изучить. Прожить. Чтобы вы поняли, чего вы хотите. Зависимость, это ведь пропотребность, и... Необходимо понять, что это за потребность. Быть может, бегство от одиночества, быть может, что-то еще. Это первое. Вы говорите о том, что у него нет симпатии, иначе бы он себя проявил. Это выдает некоторую стереотипизацию мужчины, как мне кажется. В том смысле, что вы же можете сами инициативу проявить. Но вы как будто бы ждете, что мужчина это сделает. К торологам обращаетесь, чтобы вам сказали, что у него к вам симпатия есть. То есть вы ведете себя здесь довольно пассивно. Быть отверженной боитесь, или в принципе считаете, что мужчина должен первым проявлять инициативу. Во втором случае, кстати говоря, это явно не ваш человек. Если вы считаете, что инициативу обязательно должен проявлять мужчина. Нет, ну, серьезно, что плохого случится, если вы, например, пригласите его куда-нибудь посидеть. Это ведь не какое-то серьезное предложение. Но вы этого не делаете. Мне не так важно, что вы этого не делаете, как важна субъективная сторона данного момента. Не делаете ли вы этого из фактов своих ценностей? Или не делаете вы этого из какого-то другого момента? Это очень важно, и с этим нужно разобраться. Дальше. Вы говорите, что у меня своя жизнь, дом, работа, личная жизнь у меня налажена. А я думаю, что почему-то мне пришла такая в голову мысль, что вы боитесь сближаться, боитесь сближения. И выбрали для себя, в общем-то, наверное, самый безопасный способ, самую безопасную форму взаимодействия с мужчиной. То есть вы боитесь близких отношений, а данная форма позволяет вам в этих отношениях, пускай воображаемых, находиться, но абсолютно безопасно для себя. То есть вы абсолютно безопасно находитесь в отношениях. Так что здесь нужно посмотреть, почему этот мужчина стал одним. То есть, ну, хорошо, вы влюбились в человека, вы испытываете к нему симпатию, да, но почему он только один? Где, где еще мужчины, где другие мужчины, их нет. Вот. Также здесь довольно важным моментом является то, был ли у вас опыт отношений, как он закончился. То есть, ну, чем он завершился, этот опыт, это важно, потому что, на мой взгляд, если опыт негативный, скорее негативный, чем позитивный, то это тоже нужно будет корректировать, вполне возможно, что опыт этот дает вам о себе знать. Ну, и, наконец, последнее, то, о чем вы пишете, значит, создает впечатление, что ваша жизнь вам неинтересна. То есть, создает ощущение, что вы живете жизнью неудовлетворительной для вас. И, помимо этого, себя, как будто бы, обесцениваете, и, в целом, не самого лучшего о себе мнения. Вот, собственно, такой момент. С этим аспектом мы должны работать. Когда вы говорите, что у меня жизнь состоит из дома работы, а когда вы говорите, что вы следите за кем-то, это ведь означает, что жизнь другого человека вам интереснее, чем ваша. В этом смысле зависимость является числе неестественной формой развития такой тенденции. Другой вопрос заключается в том, что ведь первопричина находится в том, как вы живете своей жизнью. Первопричина находится в том, как вы относитесь к себе. Первопричина заключается в том, что вы воспринимаете факт неналаженности в своей личной жизни, как некую обиду, как некое доказательство своей неполноценности. А значит, само чувство неполноценности у вас было и раньше. Просто она получила такое развитие сначала в неустроенности личной жизни, а после в том, что мужчина не проявляет к вам симпатию. Хотя, я повторюсь, вы здесь сами проявляете пассивность, как бы подтверждая, подкрепляя вот эту вот самую позицию, что вы недостойны отношений. Как видите, чем больше мы об этом говорим, тем больше становится похоже на некий страх или запрет на создание близких отношений. Страх ваш за бред, конечно же, родительский. С этим тоже нужно работать. Вполне возможно, я здесь могу предположить, что вы боитесь отвержения, то есть у вас имеет место быть страх отвержения. Ну и не помню, говорил ли я об этом, но страх одиночества. Потому что момент то в том, что вы производите впечатление одинокого человека. Вы производите впечатление человека, который, ну, в общем и целом, не ведет активную именно социальную жизнь. И, значит, в таком случае у нас возникает следующий вопрос. Какие у вас интересы? Чем вы увлекаетесь? Какие у вас ценности? Как вы их проявляете? Как вы реализуете себя? Реализуете ли вы себя? То есть необходимо свою жизнь наполнять. Не бороться с зависимостью, а наполнять свою жизнь. Вот уберете вы зависимость прямо сейчас, уберете ее. Что будет с вашей жизнью? Она будет пуста. Вам будет тяжело. Поэтому вы не хотите уходить от этой зависимости, по крайней мере, сейчас. Она вам не мешает. Да, где-то головой вы понимаете, что то, что вы делаете, может быть не очень хорошо. Но по факту, если этой зависимости не будет, ваша жизнь станет еще более пустой. Вы этого не хотите. Поэтому любые действия по выходу из зависимости прямые вы будете саботировать. И уж точно ни о какой кооперации с психологом в этом смысле и речи быть не может. Вы будете здесь скорее оппонентом. Отвечая на ваш вопрос, как выйти из этой зависимости, как избавиться от нее, я скажу следующее. Избавляться не нужно. Разбираться в своей жизни нужно. И в себе. Но это психотерапия. Поэтому на вопрос о том, как избавиться, отвечаю. Психотерапия. Вы к этому готовы? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует.